Всегда интересно узнать, что будет через 20 лет, но также интересно посмотреть, что было 20 лет назад. Сейчас я открою эту дверь и на Малой Никитской 24 мы перенесемся из 1999 года в 1979. И там нас будет ждать человек, у которого в эти 20 лет уместилась Норвегия, Швейцария, Америка, музыка, хореография, бизнес. Уместилось несколько жизней. Стал чужим, но не друг вчерашний от меня ушел далек. Ох, как страшно, ох, как страшно жить на свете одинокой. 20 лет тому назад уже такие гармонии. Тогда это было, честно говоря, откровением. Мир Борисович, меня всегда удивляет, как у вас сочетается печаль, грусть, мудрость и безудержная радость. Мне нравится смотреть на ваши руки, когда под ними любая поверхность превращается в музыкальный инструмент. Ну, я тоже пытался себе ответить на этот вопрос. И единственное, что я понимаю, что я превратился в странного странника. Такой strange stranger. Такой блуждающий, сумасшедший. Ну, об этом чуть позже. И давайте я вам расскажу об этом подробно. Хотелось бы посмотреть, как ваши пальцы превращают натянутый материал ударных инструментов в вибрирующую плоть звука. Не, ну это легко, это можно даже сделать здесь. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Поскольку вы достали меня как бы из небытия, давайте попытаемся сесть на какой-нибудь стул и разложить все по полу. Ну хорошо, не могу предложить стул, могу предложить кушетку психоаналитика. Пойдемте в кабинет. Пойдемте в кабинет. Выдающийся банкир, предприниматель, наверное гражданин мира не по своей воле, лишенный гражданства и получившего вновь уже из рук Горбачева. Ах, из-за него кончались жизнь самоубийством. Правда? Правда. Ах, он сделал... Правда? Не правда. А он был там... Да, это скорее всего правда. Было много где. Да он может сейчас взять и ногу за ухо заложить. Правда? Сейчас узнаем. У него недавно родился сын. Правда? Правда. Он страшный обольститель. Правда? Он счастлив и женат. Точно правда. Итак, Юрий Борисович, ногу поднять можем высоко? Можем. Будем. Вот. А я так тоже могу, но позже. Ну вам же не 55. У меня еще есть время. Я могу еще готовить. Вы можете еще потренироваться. Юрий Борисович, я когда думал о вас, я четко абсолютно осознал, вы человек потоков. Энергетически. И энергетически в том числе. Вы мыслите категориями движения. Можно вас попросить об одолжении? Перед тем, как вы обоснуете здесь, вы не могли бы просто пройтись? И я объясню почему. Ну, объясните. Нет, нет. Вот вы будете здесь, а я буду объяснять. Ну, хорошо. Я привязан. А вы привязан. А вы просто вокруг куба. Вот посмотрите, как стоит, господин. Ну-ка угадайте. Ну, хорошо. Какое образование? Сегодня не будет. Хореографическая. Сразу. Хореограф. И хореографическая образование. Танцовщик. Школа Большого театра. Сколько раз у вас выгоняли из училища Большого театра? Шесть. Шесть. А сколько классов было в училище Большого театра? Девять. Ага, то есть получается, по полтора годика учились, потом выгоняли. Нет, я был сразу принят во второй класс хореографического училища. Данные были хорошие. А за что же выгоняли? Выгоняли, как правило, за поведение. Я очень плохо вписывался в систему социального образования. И, впрочем, у меня плохо это получается. И сейчас. А почему обратно-то брали? Дотанцевал хорошо. То есть, когда-то это все-таки играло роль. Юрий Борисович, вы являетесь балетным, и при этом у вас куча детей. То есть, вы никак не относитесь к голубой мафии. Мало-то, вы всю жизнь с ней воюете в том или ином виде. Не тяжело? Тяжело. Ну, я должен вам сказать, что личность любого человека, и с этим приходится как бы уже мириться, она всегда окружена какими-то легендами, тайнами. А притягательность, которую этот личностный человек испытывает на себе всю жизнь, она, конечно, вызывает и море раздражения, и море почвы. Не, но есть одна история, которая у меня вызывает море раздражения. Как, например? То есть, я, конечно, понимаю, что Александр Македонский велик, ну зачем же стулья ломать? Но когда некто из России, написавший выдающееся музыкальное произведение, говорит скромному простому американцу, где-то там, в кулуарах Бродве, который говорит, я из тебя сделаю, Эндрю Ллойд Уэббер, никому неизвестный исполнитель, будет ничто, какой там Иисус-суперзвезда, какой там Phantom of the Opera. Забудьте об этом. Юра, ну это мы поставим сюда, это мы поставим туда, здесь надо... И что, как вы думаете, что отвечает Шерлин? Что вы сказали ему? Ну давайте я оточню немножко просто для наших зрителей. В тот момент, когда я был выкинут уже из России, то один из ведущих компрессариев мира, Камерон Макинтош, пригласил меня для того, чтобы переговорить со мной о постановке на Бродвее или по странам мира моей оперы «Черная уздечка, белая кобылица». В этой опере действительно так случилось, так было дародно Господом, я был хореографом, я был постановщиком, я был композитором этой оперы. И когда, я помню, это было в Лондоне, на Мюзеем Стрит, мы слушали мою оперу, я беседовал с ним, он сказал, о, слушай, Юрий, это так прекрасно, все это замечательно, знаешь, это мы делаем новая оранжировка, и потом мы делаем новая хореография, и потом, значит, и с правой кулисой левой не надо, нужно сверху вниз, здесь падает люстра, здесь... Я сказал, слушай, Гай, о чем ты говоришь? Это мой спектакль, я его придумал, я его выносил, что ты от меня хочешь? Он сказал, послушай, ну ты никогда не адаптируешь это произведение к нашему менталитету, мы немножко другие люди. Я сказал, послушай, стрелы моего гражданского темперамента, направлены на главный, я должен доказать, а я воспитанник Гончарова-Завадского. Он сказал, послушай, я сделаю из тебя миллионер! Я сказал, послушай, я уже миллионер, меня все любят, меня все знают, меня уже выкинули из страны, меня уже судили, сам ты уже все сделаешь, что ты хочешь? Так я не стал в очередной раз миллионером. Не жалеете? Нет, вы знаете, я никогда не жалел, потому что в тот момент, когда, я не могу сказать, что я бедный человек, но в тот момент, когда очень большое богатство стояло перед глазами, я всегда начинал понимать, что я теряю, наверное, самое главное, это самого себя. Да нет, ну мало большое богатство. Вы же даже отказались от королевского титула. Романтическая история. История простая, романтическая. Где-то вдалеке, практически в снегах Сибири, простой и скромный зэк, практически без двух минут, по фамилии Шерлинг, аккуратно складывает в гигантскую гору под русским народным названием Эверест, снега матушки Родины. Но опять я должен пояснить. Конечно, история развелась немножко не так. Вот это, так сказать, адаптация легенды. Я думаю о том, что настанет такой момент, когда я нижайше припаду к вам и скажу, ну, может быть, один из бестселлеров вы создадите на моей почве. А история на самом деле развивалась не так. Она была достаточно банальна. Была нормальная жизнь нормального режиссера, окруженного славой, окруженного вниманием женщин, окруженная любовью зрителей. И главное, что понимавшего свою значимость, я абсолютно адекватно в этот момент воспринимал необходимость той миссии, которую я совершаю. Когда вот окруженный всей этой эйфорией славы, я вынужден был покинуть свой рабочий кабинет. Я был отторгнут от своего рояля. Я помню, что когда меня арестовывали, я в этот момент ставил Арнольда Шонберга четвертый струнный квартет. Я где-то витал под облаками, у меня были невероятно длинные волосы. И я полетел. Полетел по жизни, понимая, что вот такое миссианство закончилось пятком под зад, банальным совершенно. И в этот момент я встретил женщину, которая предложила мне свои слабости жизненные, которых у меня в этот момент не было. Я весь был, так сказать, в политической интриге, в этом осуждении. Так я стал норвежским гражданином. Нет, ну теперь все-таки давайте внесем ясность. Милая девушка была каких кровей? Ну, королевских. Но я не искал этого сладкого, я прошу прощения за цинизм, я не искал этого сладкого бутерброда. Ну, просто так случилось. Верю. То есть просто принцы Дианы практически бродили по бескрайним просторам родины и говорили, кто тут у вас недавно осужденный. Нет, нет, все неправо. Во-первых, да, потому что она в любом случае была из армии спасения. И это правда. Но я должен вам сказать, что на самом деле все должны были прекрасно понимать, что если я встану, то я, как вы сегодня правильно сказали, метр с кепкой. Но когда я выходил на сцену, и когда я раздвигал свои руки, когда я пел свою песню, когда я произносил тот или другой монолог, когда я точно знал, о чем я говорю, когда я знал направленность своего темперамента, всем казалось, что я очень большой. Я помню очень хорошо, когда я выходил через Черный Кот там из-за кулис, то очень часто толпа, которая ждала меня, она меня даже не видела и не признала, потому что она думала, что я выйду там. Сейчас он выйдет. А с той же наше на фамилии Шварценеггер. Оно проползало. Так что... Юрий Борисович, ну скажите правду-то. Сели-то поди не за расхищение социалистической собственности. Почему? Восемь уголовных дел было заведено на меня. Ну хорошо, но осуждены-то за что? Это сопротивление сотруднику власти. Что мне ужасно нравится. То есть вышел наш Шварценеггер... Сопротивление сотруднику власти... Подошел-ка, я приятелю и... Не, ну ситуация была приблизительно такой. Иди сюда. Значит, вот... Не, подожди, выпрямитесь, пожалуйста. Значит, вот сочетание сотрудника и меня было приблизительно такое. Я в лучшем случае доставал ему до органа власти. Но инкриминировали... Попрошу оставить мой орган власти в покое. Да, но инкриминировали мне совершенно другое. Значит, мне говорили о том, что я укусил милиционера за руку. Потом легенда говорила... Спокон. Потом легенда говорила о том, что я укусил его за нос. Но я на самом деле говорил, что судили меня не за первое и не за второе, а судили меня за то, что укусить-то я, может быть, и укусил, но не вернул. Я понимаю, что с вами нельзя ходить на балет. Во-первых, большинство балетных партий вы помните наизусть, а в забавок вы, наверное, в любой момент готовы выскочить на сцену, где каждый вольностью душа готов отхлопать антраша. И просто-таки показать. По-прежнему танцуете? Вы знаете, я благодарен Господу и своим учителям. Я получил совершенно фантастические профессиональные знания. Я учился у лучших педагогов-хореографов. У лучших. И я знаю, естественно, каждое движение, каждый балет. Ну тут сейчас-то как. То есть вы хотите, чтобы мы с вами сформировали танец маленьких лебедей? Нет, нет. Я знаю, что в моем случае будет тяжело. Почему? Я думаю, что... Лебедь вырос. Вырос лебедь. Я должен вам сказать, что... Стал губернатором. Вот вы прикоснулись к одной очень важной теме. Если вы не будете возражать, я ее затрону. Ну давайте. Я готов поспорить с каждым человеком, практически доказав ему о том, что у человека существует огромное количество скрытых резервных возможностей. И это явилось одной из, ну, так сказать, одной из легенд, которые... Да-да-да, вы абсолютно правы. Это явилось одной из легенд, которые ходили вокруг моего имени. Правильно. Правильно. Кто бы мог подумать, что такой толстенький, невзрачный, красивый... Да-да, совершенно верно. Может делать те или другие антроша или прекрасно владеть, там, я не знаю, карате и так далее. Этот эксперимент был произведен в 1971 году, когда я пришел, будучи учеником, к Андрею Гончарову и заставил в Театре Маяковского всех актеров совершенно, которые были к этому не приспособлены, драматических актеров, а петь. Это Саша Лазарев, это Леонов, это Армен Джигарханян, это, там, Немоляева. И так же прекрасно двигаться. В той поре это просто был шокинг, это был первый, так сказать, российский мюзикл. А до этого постановка спектакля в Театре Моссовета у Завадского, который назывался «Тощий приз», где Рита Терехова блистала совершенно, где пшённое блистало совершенно. И эти открытые вокальные данные, это пластика, это был настоящий, ну, грубо говоря, бродвийский театр, замешанный на российском психологизме. Вы за 20 лет прошли долгий путь от мира искусства в мир бизнеса, но при этом продолжаете мыслить категориями потоков и категориями гармонии. То есть теперь вы гармонизируете финансовые потоки и пытаетесь бороться... Это тоже не так. И это не так. Не так. Это тоже часть какой-то легенды. Боже мой! Из мира бизнеса я как бы не выходил никогда. Всё дело в том, что я никогда практически не работал ни в одной системе. Я всегда был свободный художник, а следовательно, я всегда финансово структурировал свой. Только тогда это называлось не бизнес, а работу. Понятно. Я был одним из первых создателей всех вокально-инструментальных ансамблей. То есть я первый понимал понятие шоу-бизнеса. Я зарабатывал совершенно сумасшедшие деньги, ставя буквально за несколько часов вокально-инструментальному ансамблю. За что я получал деньги? Я писал сценарий, что правда. Я писал песни, что правда. Я писал стихи, что правда. Я ставил хореографию, что правда. И они делали так. А мы, ребята, а мы, ребята, 70-е высоты. И за всё государство... То есть за каждый шаг? Я коммунизм честно за каждый шаг платил. Немного. Но за каждый шаг меня тарифицировали. У меня была высшая режиссёрская тарификация, высшая хореографическая тарификация. Я за всё получал деньги. То есть я всегда был в системе, ну, как бы самоконтроля и самобизнеса. Ну, хоть ласковый май не вы придумывали? Нет, ласковый лай. Да, да, масковый лай. Масковый лай. Нет, не я придумал. И к этому я всегда относился с большим сожалению. Итак, продолжу тему. Как же я пришёл в бизнес-бизнеса? В один прекрасный момент, зайдя в театр, в один из лучших театров, посмотрел спектакль и понял, что вот эта жизнь, в этой коробке, вот эта коммуникация, вот этот подарок, вот эта миссия, с которой актёр выходил на сцену, даря самому дорогому своему зрителю своё сердце, свой темперамент, свои проблемы, говоря о самом тяжёлом. Вот это, я вспоминаю романс, мне ваша искренность мила. Так вот эта искренность пропала. Актёр бедный стал думать о том, где взять огурец, как накормить свою семью, как выжить на 100 рублей, как туда-сюда. И театр, как духовное начало, умер. А заниматься такого рода ремеслом, просто потому что я не умею заниматься другим, я не хотел. И я пошёл в жизнь, я пошёл её конструировать. Я считал, что тем несчастным банкиром, которые вынуждены красть или воровать, или... Мне нравится то, что я не несчастный банкир. Да. То есть, как бы о несчастных вкладчиках слышал, о несчастных банкирах. А он же бедный... О бедном банкире замолвите слово. Могу в любом случае дать, привнести какой-то мир прекрасного. А конструирование, режиссура, построение тех или других финансовых схем, ну не это ли шекспировские... Ну это вот к людям, которые в МММ деньги вложили. То есть, если... Вот у них точно шекспировские страсти. Вы знаете, давайте я... Могбед, кровь. Позвольте, я прокомментирую историю. Давайте. Мы говорим о власти. Да. Мы говорим о финансовой структуризации. Мы говорим о выборах, о том... На самом деле, вы должны совершенно чётко понимать, что одна мафия ничем не отличается от другой мафии. Скажу вам честно, если бы сегодня Мавроди стал бы министром финансов, то никаких бы проблем с дефолтами, которые устроило государство, которое ничем отличается от дефолта, который устроил Мавроди, нету. Это то же самое. Но может быть, он предотвратил бы катастрофу, связанную с падением на валютном рынке. А может быть, тогда Международный валютный фонд дал бы быстрее денег. Поэтому я не знаю сегодня, и это вопрос риторический, кому же всё-таки лучше стоит у власти. Мавродию или... Понятно. Есть предложение. Как насчёт порядочных людей? Они должны её взять сами, ибо государство, в котором мы живём с вами, с вами абсолютно достойно своих правителей. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодняшняя передача была мистификацией. Сегодняшняя передача была о потоках, о тайнах. Сеанс магии без разоблачения. Сеанс магии, который происходит в жизни человека творческого. Потому что, чтобы осознать произведение искусства, надо самому быть талантливым. Надо быть талантливым слушателем, талантливым читателем, талантливым телезрителем. Вокруг нас море легенд. В каждой легенде есть доли истины. А есть иногда и наоборот. Есть страшные фотосмагорические сказки, построенные ни на чём. Но есть среди нас люди безмерно талантливые. Настолько, что социум не может их воспринять до конца. Их легче всего называть людьми возрождения. Шерлинг не из этой эпохи. Шерлинг вне времени. Он ярко необычен. С ним сложно согласиться. И с ним приятно спорить. Я хочу, чтобы в каждом из вас было нечто, что беседа с Шерлингом поможет оживить. Некие струны, на которых он сыграл, как на музыкальном инструменте. Некое движение вашей души, которое он смог оформить в прекрасное па. Шерлинг – человек потока. Юрий Борисович, большое вам спасибо. Я получил, как всегда, удовольствие, общаясь с вами. И надеюсь, мы продолжим это общение на Серебряном дожде и ещё на телевидении. И я возьму у вас урок танца. Я хочу научиться красиво двигаться. Я засмущался. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok